как вы думаете какой самый запрашиваемый вопрос популярный вопрос который задают у меня на официальном сайте доктор перезовская датком женщины я была удивлена что в течение нескольких месяцев подряд на первом месте стоял вопрос о том как определить признаки смещения спирали то есть внутри маточного средства которое вводится с контрацептивной целью я была удивлена потому что это элементарные вещи которые должны рассказывать врачи своим пациентам сразу же период введения этой спирали или средства странно что женщины ищут такую информацию в интернете что это самый запрашиваемый вопрос я доктор елена березовская вас приветствую себя на канале youtube и как раз в этом видео мы будем говорить об этих признаках смещение или выпадение спираль а сразу скажу что спираль это ну народное название потому что медицине мы называем вот эти спирали внутри маточные средства то есть в м с иногда мы называем внутри маточная система но когда мы говорим о системе мы имеем обычно о представлении о гормональной системе то есть мирена ряд других те внутри маточные средства которые содержат гормоны и такие средства могут использоваться и с лечебной целью они только с контрацептивной существует огромнейшее количество различных в м с я не буду сейчас распространяться на эту тему и кстати кого интересует тема контрацепции в навигаторе на том же официальном сайте доктор березовская.com ссылка на которые есть под этим видео вы можете найти раздел контрацепция и все о внутриматочных средствах в м с поэтому если вас интересует эта тема пожалуйста смотрите в этом разделе навигатора но возвращаемся к признакам смещение или нарушение нахождение в м с полости матки так вот существует очень такое четкое правило которое должны знать все врачи акушерогинекологи семейные врачи занимающиеся введением этого контрацептивного средства полость матки это правило говорит о том что после введения спирали которая всегда имеет усики именно усики такие вот скажем пластмассовые проволочки для того чтобы можно было бы эту спираль потом извлечь назад а также контролировать правильное нахождение спирали так вот эти усики они должны быть обрезаны правильно то есть на расстоянии два сантиметра от шейки матки то есть от канала шейки матки значит вели спираль эти усики длинные врач берет ножницы и отрезает очень аккуратно оставляя два сантиметра фактически два пальца зачем это делается потому что именно по исчезновению осика или по опущению осиков то есть они становятся более длинные мы можем говорить о том если спираль полости матки или нет то есть можем заподозрить что что-то не так если врачи не выполняет это важное правило то естественно можно получить все что хочешь можно запутаться во всем и такая женщина она будет бегать без конца проверять два сантиметра остаются еще для того чтобы женщина могла сама контролировать наличие в мс полости матки поэтому введя например два пальца во влагалище осторожно естественно чистые пальцы она может нащупать кончиками подушечками пальцев эти усики то есть концы усиков и это будет говорить о том что все нормально женщина знает что спираль находится полости матки в мс не должна создавать никакого дискомфорта то есть если усики подрезаны правильно если не слишком дрельные то во время полового акта и вообще не полового акта женщина должна испытывать никакого дискомфорта также ее половой партнер он может испытывать небольшие покалывания потому что усики имеет как бы кончики но они настолько мягкие что большинстве случаев он ничего не ощущает поэтому ощущение полового партнера как раз не отражает наличие спиралью полости матки и мы поэтому основном ориентируемся на ощущение этих усиков самой женщины благодаря вот как раз пальцем во влагалище не нужно вводить эти пальцы каждый день или каждую неделю желательно это делать после месячных потому что во время месячных канал шейки матки приоткрывается матка больше сокращается и поэтому большинстве случаев если женщина и теряет спираль то именно во время месячных если женщина не обнаружила усики что мы тогда делаем как убедиться что спираль есть и выполняет свою функцию в таких случаях нужно пойти к врачу на осмотр врач посмотрит женщину в зеркалах и если он не обнаружит никакие усики тогда рекомендуется проведение узд в большинстве случаев можно увидеть спираль то есть практически все современные узи аппараты очень чувствительны и ими можно обнаружить спираль даже пластмассовую не обязательно с металлическим наполнительным не обязательно то есть различные формы можно увидеть если врач узи является компетентным и понимает как можно определить эту спираль то есть как нужно что нужно смотреть так вот если мы видим что спираль на месте мы можем женщину успокоить и сказать что принципе она находится полость матки на мы просто не видим усику потому что в редких случаях они могут ну как бы отпадать более старые модели они были не совсем надежные отношения как раз этих узиков современной модели у них крепление усиков довольно тех ниточек этих проволочек довольно таки надежные но возможно врач неправильно обрезал слишком короткие поэтому здесь как говорится может быть несколько вариантов почему мы не видим осики так вот если мы на узи обнаружили что полости матки есть эта спираль то женщина может продолжать ей пользоваться и периодически раз полгода она может находить на узи смотреть если эта спираль там или нет пока не придет срок удалить эту спираль или просто когда женщина решит уже беременеть если мы не находим спираль полости матки то скорее всего она действительно выпала и ее нет там а не нужно ходить на мрт поиска где-то в брюшной полости и так дальше особенно когда женщин нет никаких жалоб естественно что во время такого переживания даже не к некоторой паники а многие женщины думают что спираль попала брюшной полости там где-то плавает это там находится такие случаи очень-очень редки и обычные они связаны как раз с погрешностями введения спирали то есть когда врач очень агрессивно вводил эту спираль и повредил стенку матки то есть перфорация стенки матки как мы говорим произошла уже тогда и действительно так если случае редко встречается на бывает когда спираль оказывается брюшной полосе и тогда требуется лапароскопию для удаления этой спирали но к счастью это встречается очень редко поэтому не нужно в каждом случае сразу думать что у вас все плохо если мы не находим спираль то будет стоять вопрос о том что дальше делать то есть если женщина хочет надежную контрацепцию то в таком случае она должна воспользоваться другими методами контрацепции или ввести уже новую спираль возможно спираль не подошла по размеру потому что есть различные размеры спирали они рассчитаны на рожавших и не рожавших женщин учитывается размер полости матки поэтому если врач они подбирают вот эти размеры спирали то может быть и и так сказать выпадение хотя мы не называем это слово падение то есть спираль может уйти из полости матки очень важный момент часто мне пишут женщины что врачи якобы в таком случае требует проведения гистероскопии для удаления спирали если не находят усики это не совсем правильная тактика потому что удаление спирали не всегда обязательно с помощью гистероскопии иногда достаточно незначительно расшить канал шейки матки и под зи можно спокойно удалить спираль если она есть полости матки поэтому гистероскопия не является первичной или прерогативой удаление оставшейся спиралью полости матки возвращаясь к вопросу контрацепции если женщине нужна надежная контрацепция то естественно она должна выбрать или гормональную контрацепцию или еще какую-то то есть та которая ей больше всего подходит потому что надеется на то что даже если спираль выпала не выполняет свою функцию и так далее то женщина не заберемеет это неправда потому что но если нет контрацепции то женщина забеременеет когда мы можем удалять спираль раньше то есть даже если женщина нужна контрацепция первую очередь если она доставляет дискомфорт если нарушается менструальные циклы и они не восстанавливается то есть у женщины из постоянно какие-то кровотечения мазня а в течение более чем чем три месяца потому что мы обычно даем три месяца на привыкание матки к маточному средству но есть женщины которые говорят что у них выделение стали слишком обильными что постоянно мажет что постоянно какой-то дискомфорт таких случаях мы рекомендуем удаление внутриматочной спирали потому что зачем женщине мучиться зачем страдать явно что то не так явно это средство контрацепции женщине не подходит также если используют гормональные внутриматочные спирали или системы они часто могут сопровождаться вообще отсутствием месячных или нарушение менструальных циклов а вот этими кровотечениями прорывными как мы говорим то мажет то не мажет о кровоточит то нет женщины должны быть предупреждены об этом то есть они должны понимать какие побочные явления от применения гормональных систем потому что там есть прогестиновый компонент и как любой прогестин который принимается например вовнутрь тот же прогестиновый компонент может вызывать побочные явления характерные для именно для него для синтетического прогестерона в частности ливрана гистрела и женщина такая должна быть предупреждена то есть может быть и отсутствие менструации вообще потому что подавляется овуляция цикл выключается может быть могут быть вот эти прорывные кровотечения может могут быть даже не совсем понятная мазня но у большинства женщин циклы могут быть такими же как и раньше хотя количество выделений все-таки уменьшается давайте теперь сделаем выводы что если вы заподозрили что у вас нет спирали не нужно паниковать нужно пойти на осмотр на узи также необходимо уточнять у врача сколько сантиметров было оставлено вот этих усиков после введения спирали врач должен научить вас то есть не забывайте спрашивать задавать вопросы как я буду контролировать если в мс на месте или нет то есть нужно спрашивать врача многие врачи выдают даже специальные инструкции но это в основном в западном мире где а врачи рассказывает об этом женщина много больше они просто сделали свое дело отпустили домой и если есть хоть какие-то неприятные ощущения дискомфорт кровотечение какие-то патологические выделения виде например гноя или гной с кровью то есть если что-то выходит за пределы нормы женской жизни и женщина видит эти изменения то обязательно нужно сходить к врачу вот так коротко о признаках смещения спирали и я надеюсь что вам это видео поможет поэтому ставьте лайки задавайте вопросы какие бы темы вы хотели услышать и увидеть на моем видео канале и подписывайтесь на мой канал так что до встречи в следующем видео